Почему в Украине горят торфяники и как на это влияет война, объяснение Минокружения. Недавно в Украине снова зафиксировали возгорание торфяников, что повлекло за собой значительное загрязнение воздуха. В один из дней Киев даже возглавил мировой рейтинг по уровню загрязнения. Об этом в интервью рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко. Масштабы проблемы. Заминистра говорит, что причинами таких пожаров являются как пересушка торфяников, из-за отсутствия дождей, так и поджоги сухой растительности, взрывы во время боевых действий и лесные пожары. Устранить такие возгорания крайне сложно из-за длительного тления торфа под землей. Дым от пожаров распространяется на большие площади, загрязняя воздух токсичными веществами, что угрожает здоровью людей. Дым поднимается вверх, и это все переносится на очень большие площади. Если продукты горения скапливаются в воздухе в городах, мы чувствуем тот запах, и это все влияет на наше здоровье. При таких пожарах вред для здоровья человека значительно больше, поскольку выделяются токсичные вещества, как оксид и диоксид углерода, мелкодисперсная пыль, летучие органические соединения, отмечает Елена Крамаренко. Как решить проблему? В Минокружении говорят, что для решения проблемы необходимо восстанавливать природное состояние торфяников, в частности заводить их. Один из перспективных путей – принятие закона проекта 4461 о изумрудной сети Украины, что будет способствовать охране природных видов и экосистем. Ее создали в рамках Бернской конвенции, а разрабатывал ее Совет Европы для охраны дикой природы и природных сред обитания на европейском континенте и за пределами ЕС, отмечает чиновница. По ее словам, после присоединения к ЕС, Украина получит финансирование на восстановление экосистем, а сейчас одним из ключевых решений является рациональное использование водных ресурсов и поддержание уровня грунтовых вод. Ранее новости Украина рассказывала, что окружающая среда Украины становится невидимой жертвой войны, и последствия этого будут ощутимы в течение следующих лет. По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано, по меньшей мере, 5531 случаи негативного влияния на природу. В результате боевых действий уничтожаются леса, загрязняются водные ресурсы и почвы токсичными веществами. Уже пострадали более 5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Общая сумма экологического ущерба оценивается в 2,562 триллиона гривен. Также мы писали, что в Украине регулярно фиксируют масштабные пожары, для ликвидации которых привлекают большое количество людей и специальной техники. Возникают они не только из-за природных и человеческих факторов, но и из-за умышленных действий страны-агрессора.